ПАО «Газпром» Годовой отчет, бухгалтерская финансовая отчетность, заключение ревизионной комиссии и другие материалы. Собранию акционеров предлагается утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2018 год, годовую бухгалтерскую финансовую отчетность ПАО «Газпром» за 2018 год, распределение прибыли, а также предложенные Советом директоров размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2018 года. На решение собрания также выносятся вопросы об утверждении аудитора, о выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии общества, об избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии. Повестка дня годового общего собрания акционеров содержит вопросы о внесении изменений в устав ПАО «Газпром» и внутренние документы общества, регулирующие деятельность общего собрания акционеров, Совета директоров и правления. Изменения направлены на внедрение лучших корпоративных практик и рекомендаций Банка России. Также на рассмотрение акционеров внесен вопрос о признании утратившим силу порядка выплаты дивидендов общества в связи с изменениями в законодательстве. Порядок выплаты дивидендов в настоящее время исчерпывающе регламентирован федеральным законом об акционерных обществах. Проекты решений по всем вопросам есть в бюллетенях, дополнительная информация в полученных вами материалах. Уважаемые акционеры, для «Газпрома» 2018 год стал годом высоких достижений. Компания показала рекордные финансовые результаты. Объёмы поставок газа в Европу и доля «Газпрома» на европейском газовом рынке достигли максимальных исторических значений. Мы вывели на завершающую стадию сразу несколько уникальных по масштабу и значению проектов, которые окажут заметное влияние на газовую отрасль России, на объёмы и направления международной торговли природным газом. В 2018 году мы приумножили сырьевую базу, нарастили мощности производства и объёмы продаж, продолжили работу по внедрению инноваций и импортозамещения. Реализация стратегии лидерства – это наш вклад в укрепление энергетической безопасности страны. Высокие достижения производственной сбытовой деятельности «Газпрома» в 2018 году нашли соответствующее отражение в наших финансовых результатах. Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 году достигла рекордного уровня за всю историю компании – 8,2 трлн рублей. Прибыль «Газпрома» за 2018 год выросла в два раза, также составив рекордную величину – 1,456,000,000,000 рублей. Более чем в полтора раза вырос приведённый показатель и беда. «Газпром» находится на пике инвестиционного цикла. И, несмотря на это, свободный денежный поток компании на порядок превзошёл уровень 2017 года. Составив 488 миллиардов рублей. Инвестиционная программа «Газпрома» в 2018 году была нацелена на развитие стратегических проектов, которые обеспечивают укрепление лидирующих позиций компании. Ввод в эксплуатацию проекта «Северный поток-2», «Турецкий поток», «Сила Сибири», который уже в ближайшее время обеспечит рост операционного денежного потока. Уважаемые акционеры, в текущем году в рамках совершенствования корпоративной структуры мы обновили кадровый состав и систему управления инвестиционно-строительным блоком. Изменения проведены масштабные. Эта работа будет продолжена. Её цель – устранение инерционных препятствий в развитии нашей компании и повышение системной эффективности «Газпрома» как вертикально интегрированной компании. В будущем мы рассчитываем на постепенный переход к выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. По результатам 2018 года Совет директоров предлагает выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 16 рублей 61 копейка на одну акцию, направив на это 27% прибыли по МСФО. В рублевом выражении это соответствует увеличению дивидендов более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Объёмы дивидендных выплат, которые предлагается направить в федеральный бюджет, в этом году максимальные среди всех компаний с государственным участием. Общий объём дивидендных выплат – 393,2 миллиарда рублей. Самый большой за всю историю работы российского фондового рынка. Наша политика в отношении дивидендов наряду с положительными результатами первого квартала получила позитивную оценку инвесторов. Стоимость акций «Газпрома» выросла более чем в полтора раза. Уважаемые акционеры, в 2018 году коэффициент восполнения запасов газогруппы «Газпрома» составил 1,6. По мировым стандартам это очень высокий показатель. И этот показатель мы держим на уровне высшей единицы на протяжении последних 14 лет. Основной прирост запасов газа получен на ленинградском и южно-киренском месторождениях. «Газпром» прочно занимает первое место в мире среди публичных компаний по запасам углеводородов. По объему добычи и ее годовому приросту «Газпром» также мировой лидер, превосходя ближайших конкурентов более чем в два раза. Уважаемые акционеры, в 2018 году «Газпром» добыл 497,6 млрд кубометров газа, что на 26,6 млрд кубометров больше, чем в 2017 году. В производственной стратегии «Газпрома» особое внимание уделяется прохождению периодов пикового спроса. Мы наращиваем показатель максимальной суточной добычи. В сезон 2018-2019 годов этот показатель увеличился до 1,5 млрд кубометров. Уважаемые акционеры, развитие нашего газового бизнеса обеспечивается своевременным созданием новых центров газодобычи. В рамках «Восточной газовой программы» мы осваиваем Чаиндинское и Кавыктинское месторождения, базовые для якутского и иркутского центров. Чаиндинское нефтегазоконденсатное месторождение будет введено в эксплуатацию уже к концу этого года. В 2018 году здесь велось бурение эксплуатационных газовых скважин и монтаж основного технологического оборудования. Кавыктинское месторождение готовится к переводу из опытно-промышленной разработки в стадию промышленной эксплуатации. Продолжается его геологическое изучение. Сооружаются подъездные пути и площадки для буровых установок. Продолжается развитие Сахалинского центра газодобычи. Здесь ведется строительство эксплуатационных скважин на Южно-Керинском месторождении. Якутские, Иркутские, Сахалинские центры – это сырьевая база для развития нашей деятельности на Дальнем Востоке и в странах АТР. На Ямале в 2018 году мы ввели в строй третий газовый промысел Бываненковского нефтегазоконденсатного месторождения. Таким образом обеспечен его вывод на проектную мощность – 115 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения, этот объем равен суммарным поставкам нашего газа в Германию, Италию, Великобританию, Францию, Чехию в 2018 году. Запасы Бываненкова составляют 3,7 триллиона кубометров. Его эксплуатация будет вестись до 2128 года, то есть более 100 лет. Газместорождение наполняет магистрали Северного газового коридора – новой важнейшей газовой артерии для России и Европы. «Газпром» продолжает освоение Ямала. Вслед за Бываненковским мы начали полномасштабное освоение Харсавийского месторождения. Его запасы газа составляют 2 триллиона кубометров. Проектный уровень добычи из его синамам аптских залежей составит 32 миллиарда кубометров. А впереди у нас не менее масштабные перспективы – освоение ямальских газовых ресурсов от Крузенштерцкого месторождения до Тамбийской группы с ее извлекаемыми запасами 7,7 триллиона кубометров. Огромные ресурсы, уникальный опыт работы «Газпрома» в арктических условиях, наши технологии доставки ямальского газа на рынке – все это обеспечивает Ямалу ключевую роль в российской газовой отрасли 21 века. И место стратегического газодобывающего бассейна на пространстве от Атлантики до Тихого океана. Своё подосвоение углеводородных ресурсов мы успешно используем за пределами России. Группа «Газпром» ведет добычу, поиск и разведку углеводородов за рубежом, оказывает сервисные услуги. Наиболее крупные добычные проекты реализуются во Вьетнаме, Боливии, Сербии, Ираке. В Бангладеш выполняются сервисные контракты. Уважаемые акционеры, газотранспортная система «Газпрома» обеспечивает бесперебойные поставки газа в условиях пиковых нагрузок и при любых колебаниях спроса. Её реконструкция, техническое перевооружение и дальнейшее развитие – важнейшая часть работы по укреплению национальной энергетической безопасности. В 2018 году мы продолжили развитие северного газотранспортного коридора, ключевого маршрута поставок на северо-запад России и на экспорт в европейские страны. Введена в эксплуатацию линейная часть нового высокотехнологичного газопровода «Ухта-Торжок-2». На газопроводе Бываненкова «Ухта-2» введены в строй цеха четырёх компрессорных станций. В конце текущего года будут сданы газотранспортные мощности на участке от Грязовца до компрессорной станции «Славянская». Они обеспечат подачу газа потребителям северо-западного региона и в «Северный поток-2». В 2018 году были завершены основные объёмы строительства уникального по масштабам газопровода «Сила Сибири». По своим техническим параметрам и значению для мировой системы транспортировки газа, он занимает выдающееся место среди всех трансграничных газотранспортных систем. Обеспечение гибкости и надёжности трубопроводных поставок служит деятельность «Газпрома» по развитию подземного хранения газа. К секс-зону отбора 2018-2019 годов объём оперативного резерва в ПХГ «Газпрома» на территории России составил 72,2 млрд кубометров. Потенциальная максимальная суточная производительность наших ПХГ была выведена на уровень 812,5 млн кубометров. За последние 8 лет компания увеличила этот показатель на 31%. А на предстоящий осенне-зимний период мы обеспечим потенциальный максимальный отбор из наших ПХГ уже в объёме 843,3 млн кубометров в сутки. Это станет новым историческим максимумом. «Газпрома» активно эксплуатирует собственные и арендованные мощности ПХГ в европейских странах, в таких как Австрия, Германия, Сербия, Нидерланды, Чехия. Созданный на начало сезона отбора 2018-2019 годов резерв составил 5,8 млрд кубометров. План текущего года в два раза выше – не менее 11,4 млрд кубометров. Уважаемые акционеры, реализация природного газа потребителями Российской Федерации в 2018 году выросла на 4,3% или на 9,8 млрд кубометров. Объём реализации составил 239,7 млрд кубометров. «Газпром» продолжает работу по развитию газового рынка. По строению в России системы ценовой индикацией на природный газ служат торги на Санкт-Петербургской международной торгово-сырьевой бирже. В 2018 году «Газпром» реализовал на бирже 13,6 млрд кубометров газа, что составило 87% объёма торгов. Одно из важнейших направлений деятельности «ПАО «Газпром» – реализация программы газоснабжения и газификации регионов. В 2018 году объём инвестиций «Газпрома» в эту программу составил рекордную сумму – 36,7 млрд рублей. Уровень газификации в среднем по стране вырос до 68,6%, а в городах и посёлках городского типа – до 71,9%. Программы газификации были охвачены 66 регионов страны. Построены более 2000 км газопроводов, созданы условия для газификации 49 тысяч домовладений и квартир. Объёмы финансирования газификации регионов со стороны «Газпрома» могут быть увеличены. Необходимых результатов по синхронизации необходимо достичь вместе с нашими партнёрами, субъектами Российской Федерации, которые обеспечивают готовность потребителей к приёму газа. Серьёзное внимание мы уделяем развитию рынков газомоторного топлива. «Газпром» ускоренно переводит на газ собственный автотранспорт. Более 52% парка автомобилей «Газпрома» уже работает на газе. «Газпром» ведёт активную работу по развитию газозаправочной инфраструктуры в России и за рубежом. Продвигает бренд «Экогаз». Реализация газового топлива в 2018 году выросла на 14%. Реализация малотоннажного СПГ увеличилась на 26%. СПГ как топливо находит применение на производственных объектах «Газпрома». Так, на Кавыктинском месторождении мы планируем производство малотоннажного СПГ для замещения дизельного топлива при освоении месторождения. Уважаемые акционеры, реализуя амбициозные проекты, «Газпром» опирается на отечественный, в том числе, собственный научно-технический потенциал. Активно внедряет инновации, проводит импортозамещение. По итогам 2018 года доля отечественных видов оборудования и материально-технических ресурсов составила 99,7% от всего объема закупок «Газпрома». Все 100% труб мы приобретаем у российских производителей. За период 2016-2018 годов совокупный экономический эффект от замещения импорта составил 20,7 млрд. рублей. В 2018 году к применению на объектах «Газпрома» принято 500 видов импортозамещающей продукции отечественных предприятий. Импортозамещение и локализация находят применение в ходе реализации таких проектов, как «Интегрированный газоперерабатывающий комплекс в услуге», «Амурский газоперерабатывающий завод», «Газопроводы силы Сибири», «Северный поток». Компания группы «Газпром» успешно реализует программу инвестиционного развития до 2025 года. Только в 2018 году на проведение «Ниокор» направлено 9 млрд. рублей. Внедрено 279 результатов принятых работ. Экономический эффект от них составил более чем 204 млрд. рублей. «Газпром» развивает корпоративную систему управления интеллектуальной собственностью. В 2018 году компания получила свыше 300 патентов, в том числе зарубежных, и подала более 260 новых заявок. Управление экологическими рисками – важное направление работы «Газпрома». В компании действует система экологического менеджмента, которая соответствует самым современным стандартам. Впервые в России «Газпром» создал единый программный комплекс управления природоохранной деятельностью и организовал работу корпоративной экологической инспекции. Во всех дочерних обществах и организация группы «Газпром», входящих в периметр экологической отчётности, внедрена система учёта и инвентаризации парниковых газов. «Газпром» уверенно занимает первую позицию в бежуродном рейтинге раскрытия информации об углеродных выбросах. «ПАО «Газпром» имеет наименьший показатель углеродного следа своей продукции среди крупнейших нефтегазовых компаний мира. Уважаемые акционеры! Высокий уровень новаторства в производственной и природоохранной деятельности демонстрирует наше нефтяное крыло «Газпромнефть». «Газпромнефть» успешно эксплуатирует уникальный проект «Приразломная» на шельфе Арктики, ведёт горизонтальное бурение с применением гидроразрыва пласта и боковых открытых стволов на Мясояхинском месторождении, осваивает инновационные методы разработки паженовской свиты. На терминале ворота Арктики «Газпромнефть» применяет инновационную технологию нулевого сброса, предотвращающую загрязнение акватории обской губы. Инновационный характер носит производство импортозамещающих катализаторов. В 2018 году «Газпромнефть» показала высокую эффективность. Её чистая прибыль увеличилась на 40%, скорректированная EBITDA на 35%. Добыча «Газпромнефти» достигла рекордного для неё уровня – 93 миллиона тонн нефтяного эквивалента, приблизившись к поставленной цели – довести годовую добычу углеводородов до 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Увеличивается глубина переработки, расширяется география и номенклатура сбыта премиальных нефтепродуктов «Газпромнефти». Уважаемые акционеры, на «Газпром» приходится половина всего объёма переработки газа в России. В 2018 году без учёта довальческого сырья переработано 31 миллиард кубометров природного и попутного газа. Объёмы переработки нефти, газового конденсата, мазута выросли до 67,4 миллиона тонн. Флагманским проектом переработки газа станет Амурский газоперерабатывающий завод. По объёмам производства гелия – 60 миллионов кубометров в год – он будет самым мощным в мире. Срок ввода первых двух линий завода – 2021 год. Подписаны контракты на реализацию гелия, заключён договор на поставку этановой фракции Самурского КПЗ на предприятие «Сибура». В настоящее время идёт основной этап реализации проекта – создание ключевых производственных объектов. На сегодняшний день выполнено порядка 43% работ. Завершён монтаж оборудования для криогенного разделения газа и сжижения гелия на первых двух технологических линиях завода. Уважаемые акционеры, «Газпрому» принадлежит первое место в России по установленной мощности и производству электроэнергии в тепловой генерации. Первое место в России по производству тепловой энергии. Развитие нашего энергетического бизнеса обеспечивает созданный «Газпромом» крупнейший в России вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. В России «Газпромэнергохолдинг» завершает реализацию масштабной инвестиционной программы строительства и модернизации объектов мощностью около 9 ГВт. Сегодня мы вводим в эксплуатацию второй энергоблок «Грозненский ТЭС» и завершаем выполнение инвестиционных обязательств группы «Газпром» в рамках программы договоров о предоставлении мощности. Казахстан. Вершины Кавказа – уникальная горная система с самой высокой географической точкой Европы. Среди этих величественных высот на южном рубеже России, в Чеченской Республике, «Газпром» завершает выполнение масштабной программы строительства и обновления большой электроэнергетики. Путь к этим вершинам был непростым. С 2007 года, когда было принято решение о вхождении «Газпрома» в этот новый для него на то время сектор, компаниям группы предстояло построить и обновить генерирующие мощности общим объемом порядка 9 гигаватт. Утвержденные правительством России обязательства «Газпрома» включали 36 различных объектов. В результате «Газпром» ввел в эксплуатацию 17 современных парогазовых энергоблоков. Пять парасиловых объектов, в том числе мощных угольных. Реконструировано 8 гидроагрегатов. Построено 6 газотурбинных установок. Все проекты экономически эффективны. Они выполнялись в регионах с потребностью в энергии для социально-экономического развития. Как и проект «Грозненской ТЭС», два энергоблока которой – это по счету 35-й и 36-й объекты обязательств компании «Газпрома». В последние годы темпы роста потребления электроэнергии в Чеченской Республике стабильно превышают общероссийские. Не стал исключением и 2018 год, когда было завершено строительство первого энергоблока «Грозненской ТЭС». Растущая экономика и динамично развивающиеся города Чеченской Республики давно нуждались в новой электростанции. Для современной и эффективной реализации проекта, вопреки волнениям внешней стихии, «Газпром» укрепил сотрудничество с одним из ведущих мировых производителей энергетического оборудования – германской компанией «Сименс». Две газовые турбины производства этой компании общей мощностью в 360 мегаватт являются основой оборудования «Грозненской ТЭС». При этом в ходе строительства станции было уделено особое внимание внедрению высокотехнологичных систем и оборудования российского производства. Это и различные системы автоматики, и современные вентиляторные градирни, дымовые трубы с системой мониторинга выбросов, оборудование пунктов подготовки газа и хим-водоочистки, электротехнические элементы распределительных устройств и многое другое. Развитие партнерства с отечественными производителями сложного оборудования и технологических систем – это одно из важнейших условий для обеспечения их подъема в интересах всей страны. Здравствуйте, коллеги! Добрый день, уважаемый Алексей Борисович! Добрый день, уважаемые акционеры! С площадки «Грозненская ТЭС» докладывает генеральный директор «Газпромэнергохолдинг» Федор Денис Владимирович. На площадке также находится глава Чеченской Республики Кадыров Ромзан Ахматович. Уважаемый Алексей Борисович, дорогие коллеги! Этот проект имеет большое значение для нашей республики и дает нашей экономике новые возможности для развития. Проекты «Газпром» всегда направлены на благо России и ее регионов. Выражаю благодарность от лица всех жителей Чеченской Республики, правительства Российской Федерации и вам лично, Алексей Борисович. Спасибо! Уважаемый Алексей Борисович, второй энергоблок «Грозненской ТЭС» готов к набору нагрузки. Это самая новая, самая современная турбина в мире, производство компании «Сименс». При испытаниях при номинальной нагрузке 180 мегаватт она набрала 220. Разрешите начать нагрузку? Приступайте! Уважаемый Алексей Борисович, номинальная нагрузка набрана, тем самым «Газпром» завершил свою программу договоров предоставления мощности. От своего лица хочу поблагодарить вас лично за то доверие и помощь, которая была оказана сотрудникам «Газпромэнергохолдинга», группы компаний «Газпромэнергохолдинга» и за ваше доверие. Спасибо большое! Коллеги, поздравляю! Спасибо за хорошую работу! А мы продолжаем с вами годовое общее собрание акционеров «ПАО «Газпром». Уважаемые акционеры, в 2018 году «Газпром» продемонстрировала высокую эффективность своей экспортной стратегии, установив исторический рекорд поставки газа в страны Европы и Турцию – 201,9 млрд кубометров. Доля нашего газа на европейском рынке в 2018 году выросла до рекордного показателя – 36,8%. Только в Германию мы поставили 58,5 млрд кубометров газа. Это рекорд поставок в эту страну. В 2018 году они превысили номинальную мощность трубопровода «Северный поток». Рост экспорта в Германию в 2018 году составил 9,6%, во Францию – 5%, в Австрию – 35%. В европейских странах собственная добыча газа обеспечивает уже менее 50% внутреннего потребления. Спрос на импортный газ в Европе растет. За последние 6 лет импорт газа увеличивался в среднем почти на 4% в год. А в 2018 году европейские страны импортировали 326 млрд кубометров, что на 4,8% больше, чем в 2017 году. Три года назад на годовом собрании акционеров мы отмечали, что к 2035 году потребность Европы в дополнительном импорте газа может заставить 150 млрд кубометров. Сегодня мы видим, что только за прошедшие три года импорт в Европу уже увеличился на 67 млрд кубометров. Мы ожидаем, что тенденции сохранятся и реальность превзойдет прогнозы. При этом главными факторами роста спроса на газ в Европе будут снижение собственной добычи, сокращение атомной генерации и уменьшение роли угля в энергетике. В 2018 году природный газ обогнал и уголь, и возобновляемые источники энергии по приросту потребления в электрогенерации в странах организации экономического сотрудничества и развития. В Европейском Союзе за последние три года природный газ стал лидером по абсолютному приросту использования в секторе электрогенерации среди всех энергоносителей. Наш газ конкурентно способен в Европе, а уже существующая газовая инфраструктура позволяет ЕС без значительных затрат за счет замещения угля и мазута немедленно сократить эмиссию парниковых газов на 8%. Кроме того, «Газпром» разрабатывает водородные технологии, которые при широком внедрении помогут снижению выбросов. Следует подчеркнуть, что углеродный след полного цикла добычи и использования газа меньше, чем у других видов топливных ресурсов. Он в полтора раза ниже, чем углеродный след производства и использования солнечных батарей, импортируемых странами ЕС. Согласно исследованиям, маршруты доставки нашего газа в Европу наносят наименьший ущерб окружающей среде. Углеродный след добычи и поставок по северному потоку в два раза меньше по сравнению с СПГ из Катара и Алжира. Из Австралии в 4 раза и из США в 3,7 раза меньше. В 2018 году установлен рекорд транспортировки газа по северному потоку – почти 60 млрд кубометров. Следует отметить, что при поставках по газопроводу «Северный поток» расход газа на собственные нужды в три раза ниже в сравнении со старым Ужгородским коридором, что сокращает затраты на транспортировку газа. Углеродный след транспортировки газа по газопроводу «Северный поток» в шесть раз ниже, чем по Ужгородскому коридору. И наш новый газопровод «Северный поток-2» – это прибыльный проект, который несет выгоды как для партнеров по проекту, так и потребителям газа. Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими европейскими партнерами мы уверены, что проект будет доведен до успешного завершения. Подводная часть другого морского экспортного газопровода «Турецкий поток» в 2018 году полностью завершена. Работы выполнены всего за полтора года в рекордные сроки. Выполнен весь комплекс работ по созданию газопроводной системы, соединившей два берега Черного моря – от компрессорной станции «Русская» у города Анапа до приемного терминала вблизи турецкого поселка Кей-Кей. Ускоренными темпами идет строительство трубопроводов, предназначенных для поставок газа из «Турецкого потока» за пределами Турции. Реализация проекта позволит значительно повысить надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы. Уважаемые акционеры, в целях диверсификации маршрутов, расширения географии поставок газа «Газпром» наращивает деятельность на рынке СПГ. Реализация крупнотоннажного СПГ из торгового портфеля группы «Газпром» в 2018 году увеличилась на 16%, превысив 5 млрд кубометров. Основной объем поставок пришелся на компании страны ТР, среди которых первое место заняла Индия. В 2018 году группа «Газпром» поставляла СПГ также в Испанию, Китай, Кубейт, Республику Корея, Японию. В этом году мы начали реализацию масштабного проекта, интегрированного комплекса по переработке этаносодержащего газа и производства СПГ в районе города Усть-Луга. Проекту нет равных в России. Его мощность – 45 млрд кубометров природного газа в год. Ежегодно он будет производить 13 млн тонн СПГ, около 4 млн тонн этана, более 2 млн тонн сжиженных углеводородных газов. Около 20 млрд кубометров газа после переработки будут направляться в газотранспортную систему «Газпрома». Проект реализует новую интегрированную модель монетизации углеводородных запасов, которая позволит существенно улучшить экономику производства, минимизировать ресурсные и ценовые риски. Новую модель обеспечения безопасности газоснабжения мы внедрили в Калининградской области, самом западном регионе России. В 2018 году здесь введены в строй морской терминал по приему сжиженного газа и плавучая регистрационная установка «Маршал-Василевский». Таким образом, создан альтернативный канал поставок газа, который в случае необходимости может удовлетворить и текущие, и перспективные потребности региона. Наши планы расширения производства собственной СПГ на востоке России открывают новые перспективы для экспорта «Газпрома», прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Самым перспективным газовым рынком ЭТР является рынок Китая. В 2018 году потребление природного газа здесь выросло на 18%, достигнув 280 млрд кубометров. Согласно плану развития газовой промышленности Китая на 13-ю пятилетку, потребление газа в стране в 2020 году увеличится до 360 млрд кубометров, а к 2035 году до 620 млрд кубометров. В 2018 году страна стала мировым лидером по импорту газа. По всем прогнозам, рост импорта газа в Китай продолжится. По оценке компании КННК, к 2035 году более половины потребления газа в КНР будет обеспечиваться за счёт импорта, и российский газ займёт в нём существенную долю. Уважаемые акционеры, в декабре 2019 года начнутся поставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Это историческое событие. Мы открываем новый газовый путь между крупнейшим мировым экспортером и крупнейшим мировым импортером природного газа. Мы делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового газового рынка. К этому уже всё готово. Завершено строительство линейной части газопровода от Чингинского месторождения до границы с Китаем. Заканчивается оборудование приграничной компрессорной станции «Атаманская». Согласно контракту, за 30 лет по трубам «Сила Сибири» в КНР будет поставлено более 1 триллиона кубометров газа. Однако спрос на наш газ в этой стране превышает первоначальные расчёты. Поэтому с китайскими партнёрами мы обсуждаем возможность трубопроводных поставок и по другим маршрутам. Мы также отмечаем большой потенциал сотрудничества по таким направлениям, как электрогенерация, подземное хранение газа и развитие рынков газомоторного топлива. Уважаемые акционеры, «Газпром» располагает всем необходимым для реализации самых современных проектов любого масштаба. А опыт претворения в жизнь нашей стратегии лидерства – это залог успеха и высоких достижений. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...